Добро пожаловать в воскресный фестиваль. Сегодня особый день. Сегодня день, когда преданные медитируют, молятся о милости Атярев, то есть духовных учителей в цепи нашей ученической преемственности, которые в этот день ушли из этого мира, хотя это произошло много лет назад. Тем не менее, Вайшнавы, Гауди Вайшнавы до сих пор терпают в этой медитации очень большое вдохновение и чистоту. Мы прочитаем сегодня стих из Шимадбхагаватам, и также мы наверняка прочитаем что-то из Читания Тиритамрита. Поскольку эта книга Ши Читания Тиритамрита, она непосредственно связана с жизнью этих Ачарий, этих великих святых, и также она была написана одним из них. Эта книга была написана силой Креснудасан Кавираджам Госвами. Те день ухода мы сегодня также отмечаем. ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ НАРАЯ НАМ НАМАСКРИТЬЯ НАРАМ ЧАЙВА НАРОТАМАМ ДЕВИМ САРАСВАТИМ ВЯСАМ ТАТО-ДЖАЯ МУДИРАЕТ НАРАЯ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ НИТЬЯМ БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ НАРАЯ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ НАРАЯ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ЗАКЛЮЧА... ПОЭТОМУ НЕ БУДИМ ВМЕСТИ ПОВТОРЯТЬ ПЕРЕВОД ЗАКЛЮЧАЯ ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ДУШИ ОБМАДЫВАЮТ ДРУГ ДРУГА И ЭТОТ ОБМАН РОЖДАЕТ ВЗАИМЕНУЮ НЕНАВИСТЬ ПОГНАВШИСЬ ЗА НИЧТОЖНЫЙ ВЫГОДЫ ОНИ ЖЕРТУЮТ СВОЙ ДРУЖБЫ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ДУШИ ОБМАНЫВАЮТ ДРУГ ДРУГА И ЭТОТ ОБМАН РОЖДАЕТ ВЗАИМНУЮ НЕНАВИСТЬ ПОГНАВШИСЬ ЗА НИЧТОЖНЫЙ ВЫГОДЫ ОНИ ЖЕРТУЮТ СВОЙ ДРУЖБЫ И СТАНОВЯТСЯ ВРУГАМИ КОММЕНТАРИЙ И БОЖЕСТНОЙ МИЛОСТИ В ШИМАТ БАГАВАТАМ 5.5.8 сказано ПОМСА СТРИЯ МИТХУНИ БАВА МАЙТАМ ТАЙОР МИТХО ГРИДАЯ ГРАНТИМАГУ АТО ГРИХАК ШИТРА СУТАПТА ВИТТАЙР ДжАНАССЯ МОГОЯ АММА МАЙТИ МАТЕРИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО, ЧТО ОБУСЛОВЛЕННАЯ ДУША ПОДОБНОЙ ОБЕЗЬЯНИ ХОЧЕТ НАСЛАЖДАТЬСЯ СЕКСОМ И КОГДА ОНА ВСТУПАЕТ В ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЕЁ ПРИВЯЗАНОСТЬ К МАТЕРИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ УСИЛИВАЕТСЯ ТЕПЕРЕ ЕЙ НУЖНЫ САМЫЕ РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА ДОМ, ДЕНЬГИ, ВКУСНАЯ ПИЩА И ТАГДАЛИЕ ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВСЁ ЭТО ЕЙ ПРИХОДИСЯ ОБМАНЫВАТЬ А ОБМАН СЕЕТ РОЗНЬ ДАЖЕ МЕЖДУ САМЫМИ БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ ТАК ОБУСЛОВЛЕННАЯ ДУША ИНОГДА СТАНОВИТСЯ ВРАГОМ ДАЖЕ СОБСТЕННОГО ОТЦА ИЛИ ДУХОВНОГО УЧИТЕЛЯ ТОТ, КТО НЕ СЛЕДУЮТ РЕГУЛИРУЮЩИМ ПРИНЦИПОМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ СОВЕРШАТЬ НЕБЛАГОВИДНЫЕ ПОСТУПКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН УЧАСТНИК ДВИЖЕНИЯ СОЗНАНИЯ КРИШНЫ ПОЭТОМУ Я ПРОШУ СВОИХ УЧЕНИКОВ СТРОГО СЛЕДОВАТЬ РЕГУЛИРУЮЩИМ ПРИНЦИПОМ, ИНАЧЕ НАШИ ДВИЖЕНИЕ, ПРИЗВАННОЕ СПАСТИ ПАДШИХ ЛЮДЕЙ ЭТОГО ВЕКА, НЕ СМОЖЕТ РАЗДОРОВ МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ Те, кто по-настоящему хочет, чтобы движение сознания Кришны росло и ширилось, должны всегда помнить об этих наставлениях и неукоснительно следовать регулирующим принципам, чтобы ничто не могло вывести их ум из равновесия. ТАСМА ШРИ ГУРАВЕ НАМАХА ШРИ ЧЕТАНЬЯ МАНОБИШТАМ СТАПИТАМЬЕ НАВУТАЛЕ СВАЯМ РУПАКАДАМАГЬЯМ ДАДАТИ СВАПАДАНТИКАМ ВАНДЕХАМ ШРИ ГУРОК ШРИ ЮТАПАДАКАМАЛАМ ШРИ ГУРУНВАИШНАВАМСЧА ШРИ РУПАМ САГРАДЯТАМ САХАГНАНА РАГУНАТТАН ВИТАМТАМ САДВАИТАМ САВАДУТАМ ПАРИДЖАНА САГИТАМ КРИШНА ЧЕТАНЬЯ ДЕВАМ СРИ РАДА КРИШНА ПАДАМ САХАГНАЛАЛИТАМ СРИ ВИШАККАМ ВИТАМСЧА Е КРИШНА КАРУНА СИНДУ ДЖИНА БАНДУ ЖАГАТПАТЕ ГОПИША ГОПИКА КАНТА РАДА КАНТА НАМОСТУТЕ ТАПТА КАНЧА НА ГАУРАНГИ РАДЕВРИНДАВАНЕШВАРИ ВРИШАБАНА СУТЕ ДЕВИ ПРАНАМАМИ ХРИ ПРИЕМ ВАНЧА КАЛПАТАРУ БЬЯ АЩЧА КРИПА СИНДУ БЬЯ ЭВАЧА ПАТИТАНОМ ПАВАНЫ БЬО ВАИШНА ВЫБЬО НАМО НАМАХ ДжАЕСИ КРИШНА ЧЕТАНЬЯ ПРАБУНИТЬЯ НАНДА СРИ АДВАЙТА ГАДА ДХАРА СРИ ВАСАДИ ГОРА БАКТА ВРИНДА ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА ХРИ САД ПАВА construct others НАМА ОМ ВИШНУ ПАДАЯ КРИШНА ПРИСШТАЯ БУТАЛЕ ШРИ МАТЭ БАКТИ tätä СВАМИНИТИ НАМИНЕ Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани Прочарине, Нирвише Шашуньявади, Пашчатья Дешатарине. Заключая торговые сделки, обусловленные души, обманывают друг друга. И этот обман рождает взаимную ненависть. Погнавшись за ничтожной выгодой, они жертвуют своей дружбой и становятся врагами. Симат Бхагава там очень красочно описывает жизнь в этом материальном мире. Очень красочно и очень поучительно выставляя на показ все те невзгоды и проблемы, с которыми мы, к сожалению, просто согласились и с которыми мы свыклись. И мы готовы жить и считаем, что это вполне нормально, вполне замечательно все. Люди просто часто не замечают, насколько это место, материальный мир, насколько оно отвратительно. Конечно, если жить все время в таком настроении, то не имея никакой альтернативы для этого, то это очень сложно. Поэтому вполне понятно, что человек пытается просто не замечать этого. Однако это также не лучший способ избежать реальности. Это подобно тому, как страус, он погружает просто свою голову в песок при виде опасности. Или заяц тоже, то есть когда к нему приближается волк и ему некуда уже деваться, то просто чтобы хоть как-то скрасить свою жизнь, свою реальность, чтобы не было бы так травматично. Он просто закрывает ушами свои глаза и говорит, что все хорошо. И точно так же мы просто живем в этом мире. Здесь то и дело нас обманывают, то и дело мы сами становимся жертвой своего собственного гнева или жадности, или вожделения, похоти какой-то. И тем не менее мы считаем, что все хорошо. Как у тебя дела? Замечательно. Как Шелпру Пада описывает, что иногда человек лежит в постели после серьезной аварии, он весь перебинтованный с головы до ног. нога подвешена, голова на этих таких, как это называется, на костяшках, на спицах, на всех. И к нему приходят друзья и говорят, ну как дела? Все класс. И это печальная реальность этого материального мира. Мы поем каждое утром. Мы говорим, мы выражаем каждый день свою благодарность Шелпру Паде за то, что он открыл нам глаза, открыл нам зрение. Потому что жить вот так, вслепую, и просто соглашаться со всем этим, это неразумно просто. Это просто глупо. И Шелпру Пада, несмотря на то, что он достаточно откровенно говорит, следуя строго тому, что здесь написано, собственно говоря, в Бхагаватам. На самом деле, порой, когда читаешь Бхагаватам, то просто поражаешься, насколько еще 5000 лет назад, когда Бхагаватам был написан, насколько мудрецы еще того времени, когда вроде бы таких проблем никогда не было, как они прозорливо, как они могли предвидеть все это, как они описывали этот материальный мир. Эта глава, на самом деле, она достаточно иронично называется «Материальный мир, как лес наслаждений». Самый цей вирш, цей, да, цей тридцать пятый, сдается. Так, тридцать пятый вирш. А? Пять, четырнадцать, тридцать пятый. Но просто поразительно, я вам просто прочитаю несколько стихов. Самозванных богов, свами и йогов, которые не верят в Верховную Личность Бога, называют Пашанди. Они сами обмануты и духовно слепы, ибо не знают истинного духовного пути. И всякие, кто к ним обращается, тоже оказываются обмануты. Некоторые люди, поняв, что их обманули, начинают общаться с истинными последователями вед, браманами или теми, кто обладает сознанием Кришны, которые учат всех поклоняться Верховной Личности Бога, как предписывают веды. Однако негодяи, не способные следовать предписаниям вед, снова погружаются в невежество и находят себе место среди шудр, изощренных в сексуальных наслаждениях. Секс – это главное наслаждение для животных, особенно для обезьян. Поэтому людей, которые находят в нем счастье, вполне можно считать потомками обезьян. Ишла Прупада, поверьте, комментарий, ну просто, ну, как бы, он очень поэтичный, очень так, едко, он соглашается с теорией Дарвина. Пройдя весь эволюционный путь от обитателей вод до млекопитающих, живое существо, в конце концов, получает тело человека. Эволюция всегда идет под влиянием трех гун материальной природы. Те, кто поднимается до человеческой формы жизни, находясь под влиянием саттва гуны, в своем последнем воплощении были коровой. Заметьте. Те, кто приходят в человеческую форму жизни под влиянием раджи гуны, в предыдущей жизни были львом, а те, кто приходят под влиянием тама гуны, обезьяны. Про последних современные антропологи, в частности, Дарвин, говорят, что они произошли от обезьяны. В этом стихе сказано, что люди, которые видят смысл жизни в том, чтобы наслаждаться сексом, ничем не лучше обезьян. Обезьяны очень изощрены в половых наслаждениях, поэтому иногда у них берут половые железы и пересаживают их пожилым людям, чтобы те могли наслаждаться сексом до глубокой старости. Это называется прогрессом современной цивилизации. Обезьян отлавливают в Индии и отправляют в Европу, чтобы пересадить их половые железы старикам. Те люди, которые действительно произошли от обезьяны, горят желанием вступать в половые отношения и таким образом умножать свои аристократические семейства. В ведах тоже описываются социальные, специальные обряды, с помощью которых человек может увеличить свою половую потенцию и даже подняться на высшие планеты, где наслаждаются сексом полубоги. Полубоги тоже очень привязаны к сексу, ибо это главное из материальных наслаждений. Интересно, что в Джаганадхапуре есть, иногда можно встретить вывески, ну такие как бы, как бигборд, и там написано, то есть, аюрведические врачи, они рекламируют себя, лечим от таких-то болезней, от подагры, от артрита и так далее, и также наоборот, то есть, они лечат от того, чтобы человека не беспокоили сексуальные желания, то есть, чтобы ему легче, то есть, чтобы его не не беспокоило так сильно вожделение, то есть, да, то есть, они, то есть, у них немножко другой подход, то есть, здесь, то есть, если бы здесь повесить такую рекламу, то, ну я думаю, что, ну, разве что, я не знаю, разве что, разве что, последователи сознания Кришны соблазнились бы, потому что здесь, наоборот, здесь, как бы, здесь рекламируют, что вот таблетки, которые повышают половой потенциал, и это, как бы, это реклама, я понимаю, но там, наоборот, такова просто, это разница просто в культуре, и так обусловленная душа, ища спасение от материальных страданий, обращается к мнимым йогам с вами и воплощениям Бога, и они обманывают ее, разочаровавшись в них, она приходит к преданным, к чистым браманам, которые стараются помочь ей подняться на духовный уровень, чтобы она навсегда сбросила путы материи, но бывает, что такой человек несерьезно относится к духовной жизни, и не может строго следовать принципам, запрещающим поступать в недозволенные половые отношения, есть мясо, принимать одурманивающиеся вещества и играть в азартные игры, поэтому он снова деградирует и ищет прибежище в обществе людей, которые недалеко ушли от обезьян, в движении сознания Кришны тоже есть обезьяноподобные ученики, они не способны строго следовать регулирующим принципам и потому падают, а иногда даже объединяются в группы, деятельность которых вращается вокруг секса, их поведение доказывает, что они и в самом деле, как утверждал Дарвин, произошли от обезьяны, то же самое о подобных людях сказано в данном стихе Ятха Вана Раджатых Следующий стих «Потомкам обезьян, которых обычно называют шудрами, заметьте, потомкам обезьян, которых обычно называют шудрами, очень нравится общаться с себе подобными, не зная об истинной цели жизни, они живут как хотят и делают все, что им вздумается, стоит им посмотреть в лицо друг к другу, как они вспоминают о чувственных удовольствиях и их охватывает половое желание. Они постоянно заняты материальной деятельностью, грамме, кармой и не жалея сил, трудятся ради мирских благ. Так они совсем забывают, что жизнь коротка и что когда она подойдет к концу, они опустятся на более низкую ступень эволюции. Подобно обезьяне, прыгающей с дерева на дерево, обусловленная душа, прыгает из одного тела в другое. Охотник ловит обезьян и сажает в клетку, откуда им уже не вырваться. И точно так же душа, соблазнившись мимолетными половыми наслаждениями, развивает в себе привязанность к различным материальным телам и попадает в клетку семейной жизни. В семейной жизни у нее бывают праздники, мгновения, когда она наслаждается сексом. Так обусловленная душа теряет всякую возможность освободиться из материального плена. Живя в материальном мире, обусловленная душа не помнит о своих отношениях с верховной личностью Бога и пренебрегает сознанием Кришны. Она все время совершает разного рода грехи и за это подвергается тройственным страданиям. А когда к ней приближается смерть, подобная огромному разъяренному слону, душа цепенеет от страха, словно оказавшись в темной горной пещере. Я прочитаю этот короткий комментарий. Смерти боится каждый, каким бы сильным ни был материалист, тем не менее, когда приходят болезни и старость, он вынужден признать, что смерть неизбежна. Видя признаки надвигающейся смерти, обусловленная душа впадает в отчаяние. охвативший ее страх сравнивают со страхом, который испытывает человек, входя в темную пещеру, а смерть с огромным слоном. Тело обусловленной души страдает от множества внешних условий, например, от сильного холода или ветра. Ей также причиняют страдания другие живые существа и стихийные бедствия, не способные избежать этих страданий. Обусловленная душа вынуждена их терпеть и потому чувствует себя очень несчастной, ведь она пришла в материальный мир наслаждаться, а не страдать. Таким образом человек чувствует себя очень обманутым. Да, это общество обманщиков и обманутых. я очень хорошо помню просто за последние два года мне приходилось очень ну как бы намного чаще чем обычно общаться с отцом своим. после того как ушла мать, отец, он очень сильно переживал и ну фактически он просто он не видел никакого смысла в жизни больше. и мне сложно было ему как-то это помочь в этом поскольку ну ему сложно как он не мог воспринимать то, что я ему говорю это вполне естественно. Как правило родители особенно отец не склонны слушать своих детей. Это нормально, обычно. Поэтому ну я просто как бы просто пытался быть рядом как-то помогать ему. вот и очень часто мы с ним разговаривали и его беспокоила одна и та же тема. И вот я не мог как-то это понять, до конца. Мне казалось странным. Но когда он ушел вот совсем недавно и я встретил вот как раз этот стих я прочитал и мне стало сразу понятно. Потому что разговоры были все время на одну и ту же тему. Я никак не мог уловить что в чем причина все внешне все нормально. Но вот каждый человек он воспринимает реальность по-другому. И то, как человек видит мир, мы не можем заглянуть часто в душу человека. Мы можем жить рядом с ним, можем общаться, но понять, что его на самом деле беспокоит очень сложно порой. На это способен был Шала Прабхупада или какие-то очень высокодуховные личности неспособны это почувствовать. Но вот именно здесь я прочитал этот момент и я понял наконец-то что происходило. Видя признаки надвигающейся смерти, обусловленная душа впадает в отчаяние. Просто ему было видно, мне не было. Вот и все. То есть когда это приходит обусловленный человек, он начинает испытывать отчаяние, глубокое отчаяние. Вследствие недостатка духовного знания человеку негде искать прибережья. Он понимает, что никто ему этого прибережья больше не даст. и поэтому тот дар, который гуру или духовный учитель дает, на самом деле является бесценным. Потому что никто не способен больше, никто больше не способен защитить человека от этого самого главного, самого большого беспокойства в жизни. Это страх смерти. И только лишь духовный учитель, давая человеку духовное знание, позволяет подняться выше этого. Я помню, как, помню, кто это поделился, по-моему, говорю про него, поделился письмом одного солдата, который вдруг, лежа в окопе, он вдруг осознал то, что Бог есть. И он написал просто это письмо, он в виде стихов таких, и он там написал, что как жаль, что я столько времени, я потерял зря. Но сейчас, когда я наконец-то обрел тебя, сейчас я знаю, что сейчас будет бой, и что сейчас будет трудно, и что может быть я больше не вернусь к тебе, может быть мне придется постучаться к тебе в дверь уже в другом облике, но я иду и мне уже не страшно, просто потому, что я знаю, что ты есть, вот и все. То есть когда человек по-настоящему понимает свое отличие от этого материального тела, когда он понимает свою духовную истинную природу, когда он понимает, что у него есть будущее, тогда это уходит, потому что на самом деле находясь в этом материальном деле, мы настолько свыклись, настолько это общество воспитание настолько убеждает человека, что ты есть это тело и больше ничего. И поэтому жизнь она становится очень печальной. Но когда человек осознает свою истинную духовную природу, что он является душой, которая свободна от этого всего. Его жизнь становится очень прекрасной и светлой, очень радостной. Это знание является поистине царем знания, как говорит Кришна. это самое сокровенное среди всех видов знаний. И познание этого, постижение его дает человеку восприятие непосредственно его истинной духовной сущности. Этот процесс не на словах, но на деле дает человеку познать и ощутить себя душой. Он дает ему истинный духовный опыт. И именно этот истинный духовный опыт это то, что является основой веры человека. Никакие тома книг не помогут человеку обрести веру. Истинное знание это не информация, как мы знаем из Бхагавадгиты. Истинное знание это когда это знание воплощается на практике. Когда это знание человек может пережить. Тогда это становится настоящим знанием. иначе это просто информация. И это то, что принес Шилла Прабхупада. Это то, что принесли Атярии наши. И это то, благодаря чему мы видим, как это движение развивается очень стремительно. это то, что дает человеку все больше и больше сил и уверенности идти дальше, вперед, продвигаться на этом пути. И не отчаиваться, когда приходят неудачи. потому что какие-то неудачи, какие-то срывы вполне понятны, объяснимы. Потому что обусловленная душа, мы с вами все находимся в этом мире очень долгое время. И поэтому дурные привычки, которые мы обрели здесь, и дурные вкусы, которые мы обрели, они то и дело отвлекают человека и не дают ему идти очень твердо и уверенно непоколебимо по этому пути. Поэтому очень часто человека возникают какие-то беспокойства иногда у кого-то даже просто кто-то чувствует себя даже неспособным просто. Но благодаря тому, что этот процесс настолько удивительен и возвышен, благодаря тому, что милость Шри Титане Магаправу и Господу Нитинанды и Шилапарупада настолько могущественна, настолько щедра, благодаря этому даже самые-самые падшие могут понять, могут испытывать счастье, которое приходит от соприкосновения с настоящей духовной реальностью. Какие-то искры этого восприятия приходят к человеку. Что говорить от тех, кто является лидерами, я имею в виду наших отярьев, что они испытывали, что побуждало их вести столь удивительный, непостижимый образ жизни. И такие дни, как сегодня, это моменты, когда человек может напрямую соприкоснуться с этими личностями и молиться им о милости. Это особые, особые моменты, особые дни, потому что в эти дни милость отярьи в особенности доступна. Я хочу рассказать, я хочу просто несколько слов сказать о сколько у меня получится. Сегодня три отярьи, то есть уход троих сразу. Это Кришнадаска ираж Гасами, как я уже говорил, автор Шидидани Сиритамриты. Который ставил совершенно бесценный труд. Как сегодня Диви Мани утром на Багава цитировал Шилу Бхактизиданту Сарасвати. И там Бхактизиданту Сарасвати он говорит, что даже если пропадет вообще вся литература, все книги этого мира, за исключением Бхагаватам и Шидидан Сиритамриты, мир ничего не потеряет. Вы просто как бы поверьте, это не является каким-то преувеличением. Те, кто читал это, у них не возникает никаких сомнений в этих словах. Это действительно так. Мир абсолютно ничего не потеряет. Но более того, Шилу Бхактизиданту Сарасвати он говорит, но даже если исчезнет Бхагаватам, одной Титань Тиритамриты достаточно. Потому что все, что скрыто в первой, все содержится во второй. То есть и даже больше. То есть все можно найти на страницах этих двух книг. Бхагаватам и Титань Тиритамриты. все, что необходимо по-настоящему для жизни. Для того, чтобы достичь ее совершенства. Совершенство жизни не в том, как лучше есть или спать. Совершенство жизни не в том, какой у вас мобильный телефон. вот ну вы мне не погибли. Я вот готов я не знаю поспорить на любую сумму, что вы не найдете ни одного человека, который действительно стал счастливым от того, что он приобрел новую, последнюю какую-то модель Самсунг или Айфон или каких-то других марок. Как есть одна лекция, которая так и называется. мир был гораздо лучше, когда Эппл и Блэкберри были просто ягодами и фруктами. Все это прекрасно знают. Представляете, какая иллюзия. Все отдают себе в этом отчет. И тем не менее люди настолько оболванены, что они все гонятся за этим и все бегут туда. Поразительно. Вот если любого человека спросить вот так вот в трезвом состоянии, то он признает, что в этом нет никакой ценности. И тем не менее за неимением других ценностей, понимаете, из-за того, что просто у человека нет ничего взамен. Поэтому приходится гнаться за этим. и это то, что показывали наши теории. Силарагунат Дас Госвами, который о котором эта книга Шетти Танци Ретамрита также рассказывает на своих страницах, вел удивительную жизнь, просто поразительную. Он был из всех шестерых Госвами, он был единственным, кто не родился в семьях браманов. Он родился в семье очень богатого землеволодельца Заминдара. его отец и дядя они были просто несметно невероятно богатыми людьми. Они были также сборщиками налогов еще в те годы. Это было очень доходное место. Но они собирали подати не просто там для государства, они собирали подати для Наваб Хусейн Шаха. И то, что они получали, даже Наваб, когда ему рассказывали, он завидовал. То есть они были невероятно богатыми людьми. Просто невероятно богатыми. и при этом они были достаточно благочестивыми. Они были благочестивыми, они поддерживали движение Господа Читания Магаправу. Однако, когда их сын Рагнадда Госвами наконец-то встретил Ши Читания Магаправу, то Ши Читания Магаправу сказал ему, знаешь, поскольку мы родственники, просто дядя и отец Рагнадда с Госвами, они приходились какими-то родственниками, что-то вроде двоюродных братьев или дядей, что-то позволить себе говорить такие вещи прямо. Они просто как два червя, которые постоянно купаются в испражнениях. И они настолько привязаны к этой семейной жизни и к этой роскоши, что как черви в испражнениях они не могут покинуть это место. Если тервяка вытащить из вот этого места жительства, то как вы думаете, что он сделает, если вы его отнесете чуть-чуть, ну, не так далеко. Да, он поползет назад, совершенно верно. Понимаете, то есть, ну, это парадокс. Но это то, что с нами происходит. Мы зачастую не хотим оставить оставить эти вещи. Мы настолько привязаны просто. Хотя нам могут предложить альтернативу какую-то, но как говорит, если вы предложите свинье вместо какую-то альтернативу, то есть свежее горячее испражнение и свежую горячую халаву сочную, то для нее не будет альтернативы. Потому что как бы у нее даже вопроса не возникнет. Она никогда не выбудет халаву. Так устроено, просто так работают гуны. Гуна невежества так застилает человеку глаза. Так вот Ракунад Дас Госвами он родился и он жил в этой роскоши. У него было все о чем мог человек только мечтать просто. Абсолютно в материальном отношении абсолютно все. По описаниям можно понять, что на самом деле вряд ли сейчас есть люди, которые были настолько же богаты насколько богат Аргунад Дас Госвами. Потому что он был единственным наследником и отца и дяди. У него было все. И ему не нужно было ни о чем беспокоиться. И чтобы хоть как-то его удержать. Потому что несмотря на все это отец и дядя они постоянно замечали, что он он совершенно этим не интересуется. Его это совершенно не привлекает. И в особенности после того, как он повстречал Шилухаридас Такура в пуле грамме. отец по своей неосторожности он отвез Рагунат Дас Госвами своего сына показать саду. Ну то есть Харидас Такур его слава как великого саду святого была настолько велика и он был настолько популярен, что Рагунат Дас Госвами будучи благочестивым человеком он хотел чтобы этот саду благословил его сына. Как очень часто происходит мы часто встречаемся с этим. Недавно мы были в одной благочестивой семье индусов и они пригласили нас, потому что благочестивые люди понимают что они очень зависят от благословений и особенно если это какие-то святые люди, чистые люди, то их слова, их благословения или пожелания не действительно значит что-то. Это очень ценно, очень могущественно и точно так же как и их проклятия. Поэтому они очень боятся оскорбить преданных и наоборот они очень стремятся заслужить какие-то благословения. И как Неранжан Магараш однажды описывал как это произошло Харидас Такур к нему пришли Рагунад Дас Госвами и он не сам вернее он пришел и пришел его пришел Едунандан на Ачаре да семейный Гур Баларам Ачаре он пришел чтобы попросить благословения и вместе с ним он передал большую дакшину то есть ну очень щедрое щедрое пожертвование он передал и он думал что увидя эту дакшину увидя эти пожертвования Харидас Такур несомненно очень щедро благословит моего сына Харидас Такур он был совершенно не затронут этим потому что его это вообще не интересовало для него это было то есть его это интересовало не больше чем галька на улице и поэтому он даже не обратил на это внимания но когда он увидел Рагунат Дас Госвами тем не менее естественно просто из его сердца он благословил его и он благословил его на то о чем Баларам Ачарин не захотел рассказывать его отцу он благословил его на то чтобы тот обрел настоящую привязанность Кришне любовь Кришне и полное отречение от этого материального мира и Рагунат Дас Госвами был очень сильно впечатлен качествами Харидас Токура и на самом деле это очень важный момент то о чем я хотел сказать чуть-чуть позже но я сейчас скажу об этом вкратце тоже может быть не вкратце это наставление которое потом позже Ши Титани Магапрабхуд дал Рагунат Дас Госвами они говорят об этом также Рагунат Дас Госвами потом позже он пришел пришел к своему наставнику в Саварупе Дамодаре и он попросил его чтобы тот объяснил ему в чем смысл жизни потому что несмотря на то что он пришел и натрекся от всего он пришел он жил очень аскетично очень отреченный образ жизни вел но тем не менее это парадокс то есть человек который находился на высочайшем уровне духовного самоосознания тем не менее он никогда не перестает считать что он ничего не знает то есть это на самом деле признак того что человек действительно продвигается в духовной науке такой человек никогда не думает что ему есть чем гордиться что он очень много познал или что он уже знает такой человек готов слушать каждого для того чтобы потому что его интересует ну он действительно горит тем чтобы понять смысл жизни и Рагуна Дасгасами он пришел к своему наставнику Сварупи Дамодари он сказал я не знаю в чем смысл жизни объясни мне пожалуйста я не знаю своих обязанностей и цели свои я не знаю зачем я оставил семейную жизнь сказал он в чем моя обязанность пожалуйста дай мне наставление на самом деле Рагуна Дасгасами он несмотря на то что он был в очень близком окружении читания Мага про Бога тем не менее он никогда не считал что он имеет право на то чтобы прийти и непосредственно спрашивать читанию Мага про Бога это на самом деле это нам очень может быть даже сложно понять когда рядом Господь то есть у него не было в этом каких-то сомнений он понимал кто такое читание Мага про Бога он всю свою жизнь посвятил на то чтобы прийти к его лотосным стопам и жить рядом с ним и тем не менее он никогда уже находясь рядом он никогда не считал себя достойным задавать ему вопросы прямо непосредственно и он спросил поэтому Сваропадамадару об этом и Сваропадамадар Госвами на следующий день говорится здесь на следующий день Сваропадамадар Госвами обратился к Господу Чиричи Тани Мага про Богу Рагуна передает передает твоим лотосным стопам следующее я не знаю своих обязанностей и цели моей жизни поэтому пожалуйста дай мне личное наставление из своих трансцендентных уст усмехнувшись Швей Читани Мага про Богу сказал Рагуна Хидаси я уже назначил твоим наставникам Сваропадамадар Госвами учись своим обязанностям у него и тому как их исполнять я не знаю столько сколько знают однако если ты хочешь с верой и любовью услышать мои наставления то можешь определить свои обязанности из следующих слов из Швей Читани Мага произнес следующие слова которые очень кратки но очень и очень глубоки это наставление не только на самом деле не только относится к Рагуна Хидаси Госвами но каждый искренний преданный может понять что эти наставления непосредственно касаются его самого и они могут помочь ему в его духовной жизни грамья катха нашу ниб грамья варта накахи бала накхай бай ара бхала напари бай аманима наадхана кришна намас адалаб браджа рада кришна seva манаса кариба я сейчас вернусь к этим наставлениям я сначала закончу с тем что я хотел сказать здесь в этих наставлениях говорится амани манада не ожидая никакого почтения манада и выражая почтение всем остальным это очень глубокий принцип этой вайшнавской нашей философии и это то чем так подкупал так подкупали все эти святые люди то чем подкупал Шилапраупада то чем подкуп подкупил Харьдаст Кур Рагнат Дас Госвами когда он увидел его это люди никогда не требовали уважения или почтения к себе но просто своим поведением и своим качеством своими качествами они побуждали человека естественным образом они вызывали уважение просто вызывали своими своими качествами и это было настолько глубоко что просто один раз увидев Харьдаст Кура Рагнат Дас Госвами он не мог больше забыть этого человека и он хотел он в него и он и он его родители Она была готова служить своему мужу и быть послушной во всем. То есть она воплощала в себе качества, о которых только может мечтать любой мужчина. Все, что можно было, о чем мечтать, это все было в этой девушке. Тем не менее, Рагунат Дазгасвами, он просто не мог найти в этом никакого счастья, не испытывал абсолютно никакой привязанности к своей жене. Его мысли были поглощены только одним. Когда я смогу обрести прибежище лотосных стоп Швей Титани Магаправу? Это было единственное его желание. Его не могло удержать ничто в этом мире. Поэтому, когда он получил возможность, он узнал, что Господь Нейтенанда рядом. Он бросился туда, чтобы встретиться с Ним. Ему позволили это. И просто еще увидев издалека Господу Нейтенанду, он упал в Бондавад. Полный поклон, распростевшись на земле. Издалека он предлагал свое почтение ему. И Господь Нейтенанда ему сказали, смотри, вот там Рагунат Дазгас. И Господь Нейтенанда сказал, эй, вор, ты вор, приведите его сюда, этого вора. Он назвал его вором, потому что тот кланялся ему из-под тишка. И он сказал, что поскольку ты сделал этот проступок, поэтому ты должен быть примерно наказан. И наказанием тебе будет то, что ты должен будешь накормить всех собравшихся здесь вайшнауов сладким рисом со сгущенным молоком и рисом с йогуртом. Это то, что это твое наказание будет. Что Рагунат Дазгас с вами с огромной радостью в сердце исполнил. Он скупил весь рис, который только можно было в округе. Весь йогурт и все молоко. Для местных торговцев это был праздник. Потому что у них не было вопроса о том, о сбытии. То есть все, что у них было, Рагунат Дазгас с вами скупал. И он кормил всех вайшнауов настолько. И туда, о том, что там кормят рисом со сладким молоком и йогуртом, весть об этом, ранеслась очень быстро. В Индии это... И там люди попроще. То есть если дают, то надо брать. То есть без ложного смирения и гордости. И поэтому там собралось столько людей, что говорится, что люди стояли... Потому что на берегу Ганги уже не было места. И люди стояли просто в воде. Иногда по пояс в воде с тарелкой. И они вкушали этот рис. И йогурт, и сладкое молоко. Он заслужил благословение всех, потому что там не было вопроса о том, что не хватило. Или... И когда Господь Натинанда, он, будучи очень удовлетворен, Рагунат тогда с вами, он спросил его, чего ты хочешь? Какие благословения ты хочешь? И Рагунат даст с вами, он сказал, я только хочу одного. Я хочу обрести искреннюю привязанность к лотосным стопам, Ши-Титане Магапрабу. Я хочу достичь его. Это все, что мне нужно. И... Господь Натинанда, он обернулся ко всем преданным. И он сказал, поскольку... Он сказал, что на самом деле богатства, которыми обладает Рагунат даст с вами, с ними может сравниться только лишь Господь Индра. Это не было преувеличением. Как я уже говорил, сейчас вы вряд ли найдете здесь, на земле, в наше время, человека, который имел бы столько, сколько он. Поэтому Господь Натинанда сказал эти слова. Он сказал, что богатством, которым он обладает, может похвастаться только лишь Господь Индра еще. И он сказал, и тем не менее, Рагунат совершенно не привязан к этому. Он просто считает это испражнениями. Поэтому вы можете благословить его, чтобы он достиг исполнения своих желаний. И Рагунат даст с вами таким образом, в конце концов, был способен убежать из дому и прийти к стопам Шетти Тани Магапру. И все это произошло просто потому, что он увидел один раз Харитас Токура, который, чьи качества поразили его. недавно, недавно Шелани Ранжин Магарач, он рассказывал историю о том, как однажды, когда он еще был президентом храма в Бостоне, туда пришел человек. это был конец 80-х годов, насколько я помню. И он сказал, что этот человек, он пришел и он очень хотел поговорить с кем-то из старших. и в конце концов он поговорил с президентом храма, то есть как раз с Магарачем. И он рассказал ему, что в 70-е годы, в начале 70-х он работал в таможенной службе. Ну, или просто в полиции. И он служил в аэропорту Бостона. И в этот и однажды он говорит, я увидел вашего духовного учителя. Я увидел Шилапурпаду, как он приехал. И не было какого-то общения с ним. Просто мы просто по долгу службы он проводил какой-то досмотр. И он получил небольшое, какое-то короткое совершенно, они буквально перекинулись несколькими словами друг с другом. И он сказал, какой я глупец, что я тогда не принял прибежище у него, и что я не стал тогда его учеником. эта личность поразила меня до глубины души. Просто своими качествами, просто своим поведением. Он поразил его настолько, что этот человек не мог забыть его всю свою жизнь. и он сказал, что сейчас, позже, когда я ушел со службы, я просто я все время сожалел о том, что я не сделал этого. Я купил его книгу Бхагавадгиту, и сейчас я читаю эту книгу каждый день. Я прочитал ее 38 раз, от начала и до конца. я продолжаю читать, и я не могу остановиться. Всякий раз, когда моя жена идет на шопинг, я подвожу ее к какому-нибудь торговому центру, и я говорю, ты не возражаешь, если я подожду тебя в машине? И она с радостью соглашается, что над ней никто не будет стоять над душой, пока она будет совершать покупки. Она позволяет мне это. И я остаюсь, и как правило, шопинг это достаточно времени забирает, говорит, и я читаю Бхагавадгиту, я просто не могу остановиться. И сейчас просто моя жена она просто скупается здесь в центре неподалеку, и поэтому я вырвал момент, чтобы забежать в храм. можете себе представить просто одно мгновение общения с такой личностью, что оно приносит. это происходит просто потому, что эти люди они были настоящими, как это часто подчеркивают, любят подчеркивать неранжен марш. Шилапрабхада был реал, он был настоящим. Рагунат даст Госвами в виде Харидас Такура, он также, он захотел стать именно таким. И его пример отречения был просто невероятен. Имея все это, он отказался от всего, он убежал просто из дому. Причем ему пришлось пойти на хитрости ради того, чтобы сделать это, ради того, чтобы уйти. И когда он пришел в Пури, его отец и дядя они послали туда, потому что они поняли в конце концов, куда он мог убежать. И они послали туда личного повара, слугу и деньги, чтобы их сын не бедствовал там, чтобы его ничто не беспокоило. Тем не менее, Рагунат даст Госвами какое-то время он пользовался этим, он просто регулярно приглашал, он устраивал пиры, на которые он приглашал читанию Магаправу и его спутников, но после этого он понял, что принимать деньги от таких материалистов просто это и жить за счет этого, это не подобает человеку, который хочет достичь истинной цели жизни. И поэтому он стал просто собирать даяния. Он стал у Симхадвары, главных ворот храма, и он просто собирал пожертвования и жил за счет этого. Но позже и Титания Магаправу спросил однажды, что-то Рагунат не приглашает больше на эти обеды. Что с ним? И Саварупа Дамудара ему сказал, просто он понял, что это недостойно предного. Поэтому он сейчас просто стоит у Симхадвары, он просит пожертвования. но через какое-то время его уже не видели и там. Потому что Рагунат Дас Госвами посчитал, что даже такой образ жизни не соответствует идеалам преданности. Потому что он заметил, что он начал делить людей. Вот этот человек дал мне вчера. Может быть он даст мне сегодня тоже подаст. Сила Прабхавишна Прабхи Идя И И мы сейчас попытаемся закончить по-острее. И Рагунат Дас Госвами потом в конце концов он просто перестал делать даже это. И он отправился он ел просто в общественных каких-то столовых. В конце концов он перестал делать даже это. И он просто питался остатками того, что не могли съесть коровы. Просто выброшенный рис, который сгнивал настолько, что коровы даже не ели. Он брал этот рис и просто промывал. и твердые частицы он брал и ел. И Титане Магапрабу он очень высоко оценил это. Поэтому пример жизни этих людей и их милость являются основой нашей духовной практики и веры. Мы можем сегодня просто медитировать на них, молиться им для того, чтобы мы могли хоть каким-то образом стать достойными того высокого положения, которое предоставляет нам Шила Прабхупада. Стать достойными того, чтобы мы когда-то приблизились к этому титулу быть преданным Кришне. Харе Кришну. Большое вам спасибо за ваше внимание. Шила Прабхупада Кий Тай Шила Рагнад Госвами Кий Тай Субтитры создавал DimaTorzok